В Татарстан сегодня поступила партия однодозовой вакцины от коронавируса «Спутник Ви». До сих пор препарат был пятидозным, то есть одна ампула использовалась для прививки пяти человек. О новшестве сегодня сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков. Кроме того, он анонсировал вакцинацию от ковида в торговых центрах. Роспотребнадзор уточнил, будут ли в Татарстане снимать ограничения по примеру Удмуртии. Подробности далее. Одна ампула на одного человека. Теперь прививка от COVID-19 будет и такой. Врачи не будут зависеть от количества пришедших пациентов, а сам процесс станет быстрее и удобнее в первую очередь для медперсонала. При этом состав препарата прежний и использование его пятидозного варианта не исключается. К слову, в Челнах на сегодня в рамках массовой вакцинации привили более 4500 человек. А вот прививать сотрудников прямо на производстве в Автограде хотят только КАМАЗ и ХАИР. Минздрав республики сегодня анонсировал возможное проведение вакцинации в торговых центрах. В ближайшее время первопроходцем станет Казань. Это не значит, что давайте во всех торговых центрах открывать пункты вакцинации. Это очень такой серьезный и деликатный вопрос. Только при условии того, что мы отвечаем за каждый этап, начиная от доставки вакцины в торговый центр, ее хранения, наличия в кабинете всех необходимых приспособлений, инструментов, как угодно. И только тогда это потенциально возможно. Что касается снятия ковидных ограничений в республике, по примеру Удмуртии, Татарстан поступать не будет, отметили в Роспотребнадзоре. В соседнем регионе с 12 февраля масочный режим будет рекомендательным, а общепит и культурно-развлекательные учреждения возвращаются к работе в полную силу. На сегодня у нас 79 случаев. К слову, в республике Удмуртия за сутки, за вчерашние, было 96 случаев. Поэтому мы считаем пока данную меру у нас в республике несколько преждевременной. И все те ограничения, которые на сегодня действуют, они пока будут сохраняться, еще раз повторю, до того, когда мы будем уверены, что ситуация выправилась. Мониторить ситуацию Роспотребнадзор будет еще как минимум пару месяцев, так как сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно держится до конца марта. Только после этого можно будет говорить о снятии каких-либо ограничений.